Всем привет! В этом видео я покажу довольно-таки интересный билд затора через стартовый гп. Сразу подчеркну важный момент, что играя против агрессивных богов, лучше придержать данное золото, особенно если оно передовое у вас. Давайте перейдем к билду. Сразу ставим золото вот здесь и заказываем грейд на собак. Так, переводим гномов на золото через ТЦ и ставим дом ульсарком. Добавляем 7 на еду. Вот у нас выходит первый рабочий. Очень важный момент, вы оцениваете ситуацию. Если вы быстро поставили золото и отправили туда гномов, значит вы можете вот этим рабочим сразу двух оленей убить. А если вы это очень медленно сделали, то лучше подождать, когда придет второй, чтобы еда у вас не гнила. Добавляем до 7. Заказываем тут же грейд на 30 секунде, как только вы убили двух. Разведываем, ищем вторую охоту. Козочек собираем по карте. Вот как только у нас 7 на еде, начинаем добавлять уже на дерево ближайшее. И вот там, где у нас лес. Сначала рабочего, потом телегу и еще одного рабочего. Как только у нас здесь будет 2 раба, мы отправляем ульсарка домой. Если он очень далеко есть, и он где-то в середине карты, то ждем, когда здесь будет 3. Вот мы уже накопили на темпл, ставим его. И уже после того, как у нас 4 рабочий вышел, мы добавляем двух гномов. Один у нас пойдет на это золото, а другой уже вот сюда. Бывает такое, что вам одной охоты не хватает на то, чтобы сделать 7-4-4 переход. В этом случае вам придется заказать дополнительного гнома. В этом ничего страшного нет. Вот мы видим, что нам не хватило. Сразу заказываем гнома после телеги еще одного. И не торопимся после постановки храма ставить 2 домика. Потому что мы будем заказывать great кирку. Смотрите, вот переход мы заказали. У нас уже есть ресурсы на кирку, мы заказываем. И вот сейчас уже можно домики ставить. Выходим на передовую охоту, опять же, если против нас не агрессивный бог. Потому что могут за такое наказать. Лучше выйти на вот такую вот охоту поближе. Заказываем героев. Нам нужно 3 героя. Вот такие у нас апгрейды. 7-4-5 у нас, кстати. Вот ставим мы еще один дом. До 45-го лимита. Как только переход у нас заказался, мы в 7-е ставим барак. Ну и как только мы набрали 110 дерева, ставим еще один. Валькирия у нас бежит в сторону оппонента, чтобы его разведать получше. Возможно даже где-то вкинуть пожар. То есть наша задача заставить оппонента сидеть на базе. В случае, если мы потеряем как-то быстро валькирию, то без разведки мы не будем видеть, куда нападать. Потому что у нас рейдеры слепые. У них слабенький вижен. После перехода, кстати, мы добавляем все время гномов на золото. До 9. А потом уже начинаем добавлять. Можно на вторую охоту, если боитесь, можно на кусты с телегой добавить. Вот заказываем мы рейдеров. Ставим дома до 75-го лимита и после этого ставим кузницу. Кстати, еще важный момент. Мы не заказываем топор. Нам он не нужен. Потому что у нас 4 на лесе. Топор будет очень долго окупаться. А мы с вами будем заказывать геройку. Очень быструю. Поэтому еда нам нужна. Вот добавляем мы гномов. По-прежнему. Стараемся рейдить оппонента все время. Он ставится у нас кузница. И как только на таймеры будет 7-10, мы отменяем заказ рейдеров. Вот, мы отменили. Копим на геройку. И после того, как мы заказали переход, делаем грейд на рейдеров. Кстати, еще очень важный грейд. Главное не забыть. Вот, на овец. В случае, если у вас их очень много. Больше 5, то можно сделать, в принципе. Продолжаем ставить дома. С кузницы можно уже начать делать апгрейды. Щиток. Если вы играете против египтян. Или там аида, например. Ну, против атлантов тоже очень важно. Они играют через тур. Вот такой вот очень важный грейд тоже нам нужен. На скорость передвижения. Ну, еще и хп мы получаем. Только для этого нам нужно постоянно что-то бить. Здания или рабочих. Старайтесь не лезть в бесполезные размены, где вы сольете армию. Если у вас очень много фавора, мы ставим вот такой вот храм. Если фавора мало, то не ставим. Можно занять второй ТЦ вместо этого. Продолжаем делать апгрейды на рейдеров. Было бы неплохо сделать все вторые апгрейды. На щиток, атаку. Вот, можем ТЦ занять. После перехода мы вот продолжаем делать гномов. Тут уже вы смотрите, что у вас не хватает золота. Значит, отменяем гномов. Делаем обычных рабочих тогда. На этом билд, в принципе, заканчивается. Я покажу, что можно дальше сделать. Заказать тяжелых рейдеров уже. Посмотрите, какие апгрейды. Вот у нас заказываются вторые. Вот. К одиннадцатой минуте. У нас уже два ТЦ. Довольно таки сильная армия под ФВ. Можно убивать уже. Подстраиваем бараки поближе. Чтоб дотекание было. Тор очень сильный бог. Он может с одного ТЦ сделать очень быструю геройку. У него там и рогна недалеко. Смотрите, вот мы берем третий ТЦ. Ставим маркет. У нас ресурсы уже под рогну. Если мы отменим все. Если мы отменим все. Просто рейдеры. Мы добавляем еще вот таких вот героев для того, чтобы ТЦ занимать. Топористы нам тут не нужны. Герои нам еще дают фавор. Ну у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Вот я вам покажу тайминги примерно какие. Вот. Всем пока. Всем пока. Всем пока.